здравствуйте дорогие друзья привет из киева столица украины сегодня я с моим энтомологическим помощником тошей продолжают чтение интересного ных рассказов из книги евгения семёновича сухоняева путешествие за насекомыми продолжим чтение главы из этой книги потому что евгений семёнович написал эту книгу в 2011 году опубликован она в петербурге двумя уже изданиями но небольшими тиражами является библиографической редкостью евгений семёнович посетил различные страны по всему миру от юга до севера до запада до востока и все это отражено в этой интереснейшей книги отдельной главы которые я решил почитать с тем чтобы привлечь так сказать энтомологов профессионалов или любителей путешествиям к поездкам к изучению насекомых в различных странах на различных континентах и воодушевиться тем самым это очень интересно в наше непростое время поэтому я буду читать эти главы от лица автора но это не я путешествовал о своих путешествий я рассказываю своих отдельных видео где я упоминаю конкретные случаи которые присутствовали со мной но здесь от первого лица я буду читать что же происходило можно сказать в дальней временах еще период советского союза и не бли уже поближе потому что в разных здесь несколько раз евгений семёнов посетил китай и со своими энтомологическими целями изучения паразитические перепончатых крылых насекомых вот здесь вот вот на этом посты как раз семейства энцертиды отображено вот здесь за мной за моей вот это вот с интересными темными крылышками здесь вот здесь вот этот второй экземпляр темными крылышками как раз относятся к семейству энцертиды паразиты различных видов насекомых в том числе самых разнообразных сосущих насекомых так что если вы вам попадутся на веточках на листьях на корнях какие-то сосущие насекомые начиная щитовки ложной щитовки вы будете из них по и содержите в садочках и вы видите энтомофагов это вот как раз этих энтомофагов изучал 9 7 6 гоняев еще изучает владимир санч 3 пицца на из москвы которые сейчас которому уже за 90 лет передаем его пламенный привет хоть он и не всегда с интернетом связан но почитаем рассказы евгений семейства гоняева потому что его я знал лично не очень приятно и здесь упоминается многие лица которых я тоже знаю которых я с которым я тоже переписывался и лично общался по вопросам энтомологии изучение паразитических перепончатых крылых которые вот находятся на постере за мной и так поехали поехали в китай глава называется прорыв через великую стену и так эпиграф мощные крепостные стены ограждающие от набегов кочевников стали частью великой стены протяженностью в 4000 километров это всем известно из культуры китая и так китайский мотив пишет евгений семейства не появился моей жизни в 1957 году когда я познакомился а потом подружился с пэн чжун юнем о котором я уже рассказывал после экспедиции в 1958 году в провинцию сучуань в китае пэн привез наездников паразитов выведенных из ложных щитовых сосущих насекомых и мы начали их обрабатывать в результате были описаны новые виды из рода хоккофагус семейства инцертиды среди них коккофагус чэнг туянгесис чэнг туянзис по латыни новый вид для науки приобретенный опыт мы рассчитывали как залог нашего будущего сотрудничества но в дальнейшем вражда сменившая вечную дружбу между правительствами наших стран ссср и китайской народной республики продолжалось 25 лет ради сомнительных идеологических ценностей ставших историческим нонсенсом впоследствии были отвергнуты планы идеи ученых китая и ссср которые могли бы дать настоящие знания и все эти годы не было ничего неизвестного пэня но время изменилось и в 1986 году я отправился свое первое путешествие в китай в качестве участника второго международного симпозиума по трехограмме городе гуанчжоу в аэропорту пекина меня встретил представитель посольства еще и ссср китая который весь вид выражал недоумение откуда вы взялись задал он мне вопрос хотя я только что сошел с трапа самолета аэрофлота но вопрос был понятен я был первый представитель академии наук ссср который появился здесь в китае после 25-летнего перерыва они посольские привыкли жить без хлопот и вдруг появляется некто кого нужно встречать провожать но делать нечего и узнав что мой пункт назначения город гуанчжоу он сплеснул руками ванчжоу да это же рядом с гонконгом туда наверное билеты проданы на месяц вперед бед началась началась очередь волноваться мне подождите сказал вдруг встречающий давайте свой паспорт и с ним он кинулся к кассе я началось начались оживленные переговоры когда я обернулся я увидел что лицо его просветлела но вам везет только что сдали билет до гуанчжоу и он ваш и вот я иду к самолет самолету и вот он уже оторвался от земли стюардессы разносят напитки в том числе кока-колу и зеленый чай мне вручают сувенирный зажим для галстука с эмблемой china air такие мелкие детали из которых начал формироваться образ загадочной китайской модернизации мы летим долго куда признаюсь толком еще не знал хотя рядом с гонконгом уже что-то говорила посадка выхожу на трап и волна теплого влажного воздуха накрывает меня куда же я попал у здания аэропорта маячат высоченные пальмы да это же тропики после мокрого ноябрьского снега в москве контракт был просто сногсшибательный кое-как удерживаюсь на ногах на ногах выхожу из здания аэропорта на площадь ко мне кинули сразу водители такси мистер гонконг мистер гонконг все они хотят меня везти в гонконг объяснять бесполезно я скрываюсь в дверях вокзала отсидевшись делаю попытку снова выбраться на площадь гонконгские таксисты исчезли я выбрал водителя с добрым лицом показываю ему адрес изображенные роли фами и он кивает и мы едем прихватив край города вновь оказываемся в холмистной местности соснами на склонах а впереди высокий забор поворот стоит солдат в белой подступе куда это я приехал вновь демонстрирую бланк приглашения и вот наконец я в офисе но здесь уже кое-кто кое-что знает мне протягивают трубку телефона и вдруг я слышу русскую речь это вы из советского союза я профессор лили и я вас жду в андунгстон энтомологическом институте они уже знают лили и это женщина она хорошо говорит на русском языке значит не пропаду и вот я снова такси позади уже не один десяток километров мы въезжаем широкий зеленый двор кампус похожий на и университетский навстречу идет невысокая худощавая женщина темными прямыми волосами и в черных очках она улыбается я профессор лили и н дире говорит она директор гуандунского энтомологического института вы приехали на пять дней раньше начала симпозиума я предлагаю вам взять комнату в гостиницу университета имени суньят сена вы не возражаете это совсем рядом и вот на директорской машине меня доставили в кампус университета что заняло несколько минут профессор лили и н назначает мне время встречи на завтра и оставляет меня местной столовой заказываю бифштекс по-гамбургски по инерции а позже я уже заказывал китайские блюда и смотрю на публику вот здоровенный китаец спорт студент в шортах какие-то иностранцы и атмосфера вполне космополитичная мне здорово повезло за эти дни познакомиться со всеми лабораториями института удалось профессор лили и рассказала мне об очень интересных исследованиях по трихограмме из семейства трихограмматира паразитический наездник которым я еще вернусь увиденное в лаборатории меня по-настоящему захватила привычная неказистая мебель в кабинетах только подчеркивала новизну и высокое качество научного оборудования уже в 1986 году персональные компьютеры лучшие цельсовская оптика лейка различные установки этим у нас еще 1986 году и не пахло многое интересное увидел в университете сунья цена и университете южного китая в результате начал понимать что китайская модернизация это прежде всего вложение в науку и образование еще бы в науку в китае вложены миллиарды долларов а каждый год за границу главным образом сша выезжает выезжала до 25 тысяч студентов стажеров и аспирантов реформа провозглашенная только в начале конце 70-х годов в результате развития научных исследований дала впечатляющие результаты состояние эйфории для меня стала нормой мне казалось стало казаться что основные преимущества этого пути развития страны и науки неименуемо будут реализованы у нас а как же иначе начали приезжать коллеги из других стран на конгресс я увидел как и у них загораются глаза да и как было оставаться равнодушным атмосфера больших ожиданий стала атмосферой симпозиума китае это международное собрание было посвящено рассмотрению результатов фундаментальных исследований и практического использования наездника яйцееда трихограмма из семейства трихограмматида заражающего яйца вредных чешу и крылах профессор лили ин ее сотрудники выступили с блестящими докладами которых развернули панораму биотехнологии разведения наездника на искусственных средах заключенных в пластиковые капсулы так называемые искусственные яйца и это был научный прорыв мирового уровня настоящий триумф энтомологической школы китая интересные доклады сделали коллеги из голландии германии сша канады мой доклад был посвящен актуальным проблемам систематике видов рода трихограмма проходил симпозиум в том самом месте с часовым у ворот куда я прибыл в день приезда он оказался правительственной дачи точнее целым городком в котором мы обитали гуанчжоу заседали делали сборы над крестных холмах надо отметить что директор профессор лили ин выпускница московской сельскохозяйственной академии имени тимирязева и вот гуанчжоу гуанчжоу славится своей особой кухней доктор бин изучающий перепончатый крыл из насекомых из италии предложил мне снэйк ресторан змеиный ресторан где готовят разнообразные блюда из мяса змей здесь состоялось мое крещение шедевром местной кулинарии и я ответ отведал знаменитой то и блюдо суп борьба тигра с драконом знаменитый tiger and dragon fighting soup приготовлены из мяса кошки и змеи естественно после указанного блюда все эти пугающие блюда южной китайской кухни другие такие как суп из морских червей улитки яйца вы выдержанный год соленой воде мне были уже ни почем однажды в перерыве ко мне подошел мой молодой человек и назвался пэн фэй он оказался сын моего старого товарища пэн джун юня и узнал меня по фотографии ты уже телеграфировал отца обо мне и он скоро прилетит сказал молодой человек мы встретились как старые друзья пэн кратко рассказал мне о своей истории типичной для прошлых времен начале культурной революции китае его подвергли допросу как человека получившая свою ученую степень ссср ссср требование было одно признать ссср врагом китая а пэн отказался тогда его директора уханьского сельскохозяйственного института направили на первое испытание в деревню здесь заставили собирать на улице навоз после проходы статкоров и буйволов пэн мне сказал я не боялся работы но они говорили что я упорствую в своих ошибках и ему строили автокатастрофу уже весь переломанный он все-таки выжил евгений волос его звенел не они а я был все-таки прав он ничего не забыл и продолжил свою борьбу добрый застенчивый интеллигентный пэн он вынес все унижения жестокости и сегодня уже торжествовал победу нужно ли говорить о чувствах перепомнявших меня мы обнялись а на память сфотографировались у флигеля где находится мемориальный кабинет суньят сена университетского профессора социалиста создателя гаминдана кстати революция революция почему-то всегда в китае начиналась на севере и наступала на юг вообще а в китае все наоборот революция началась тропическом кантоне и наступала на север сегодня рабочими кантона взят шанхай писал маяковский в одном из своих произведений я то и знал что кантон переименован в гуанчжоу именно все мои неопределенности в начале прибытия были отсюда но пришло время наконец покидать кантон простите гуанчжоу однако с надеждой на возвращение для продолжения исследований по хальцидоидным наездникам по прибытию пекин коллеги из академии сельскохозяйственных наук китая пригласили меня в поездку великой стене просто великой стене а китайская она у нас великий мао сказал каждый сознательный китаец должен подняться на великую стену я не китаец но вполне сознательный поэтому с удовольствием предпринял это приглашение и вот она стена мой здесь немножко на фотографии изображена встречи евгений семёновичу с угоняева со своим коллегой пеном и великая китайская стена которую если не все были но все слышали и вот она стена увидев ворота я направился к ним и прошел через ту самую варварскую на ту варварскую сторону на другую прочувствовал это уже обстоятельства вернулся обратно так сознаялся мой символический прорыв через великую китайскую стену через великую стену возвращался в союз уже окрыленный и здесь задул уже ветер перемен кто знал что вместе с обанкротившейся политической данной триной он сметет уже традиции и славу отечественной еще и науки отец китайской реформы дэн сяопин говорил что он учился в ленина однако что делать поистине нет пророка в своем отечестве завершение несколько слов о нашем спеном скромном открытии о виде инцертида наездника по латыни вид кокофагус ченг туенсис если рукописи не горят то и виды однажды описаны продолжают свою жизнь мистически вовлекая в нее своих авторов уже будучи в 1979 году сша я был приглашен на вечеринку город лонг бич что недалеко от вашингтона на ней присутствовало несколько китайских энтомологов узнав что я из ссср они рассказали мне что их коллега пэн джун юнь описал с одним из русских новые виды наездников но какое же было удивление их когда они узнали что этот русский это я наверное там на атлантическом берегу возникла уже новая исчезающая слабая связь которая привела меня потом на снова на берег южно китайского моря вот такая глава прорыв через великую стену но думаю что можно зачитать и следующие главы тысячи глава называется 1989 год белых повязок и вот снова пекин конец мая воздухе не висит напряженность проезжая мимо гигантской площади тянь нянь мынь я увидел море человеческих голов это протестующие студенты они все сидят на площади видны палатки кое-где курятся дымки почти мирная картина если не знать что противостояние студентов и правительства длится уже почти месяц на этот раз я уезжал гуанчжоу на поезде и на вокзале полно студентов которые сидят и лежат на полу их лидеры заявили что основная цель достигнута и они могут уже возвращаться свои университеты кажется что все завершилось уже мирно а в поезде у окна беседую с человеком средних лет он инженер под и год был на стажировке в калифорнии сша он говорит теперь китай другая страна мы цивилизованная нация и все будет решено путем переговоров демократия уже пришла в нашу страну я слушаю его спокойную речь и кажется напряжение последних дней уходит за окном бесконечная равнина провинции хубей рис и рис кругом путь далек лежит это почти что как песни ямщика а на следующий день потянулись горные хребты и порожистые реки между ними а вот и вагна вокзал в гуанчжоу меня встречает профессор лилиин и высокий молодой человек это жень гуи хальцедолог с ними я буду работать кампусе института мне отвели просторные апартаменты а завтраки обеды и ужины будут приносить на дом на дом лаборатория рядом все превосходно если бы не духа то температура и вы не опускается и так ниже плюс 30 ежедневно идет тропический дождь вентилятор работает постоянно а в спальне кондиционер и все-таки ремни сумки и даже обувь покрываются плесенью а воскресенье 2 июня в институте стало тихо у меня есть ключ и я отправляюсь в лабораторию настроение отличное хотя меня смутило что с утра крайне телевизора никаких нет программ кроме колонок и иероглифов и что это означает кажется по китайски это называется дадзебао с открытой галереи института вижу запруженную народом улицу а это демонстранты и головы повязаны головкой полосками белой ткани на белых же плакатах они несут надписи красными иероглифами можно сказать брызги крови отпечатки ладоней люди хором выклики вают лозунги и вверх взлетают кулаки что же происходит я вижу профессора лилиин идущую ко мне по галереи направляюсь и задаю этот вопрос но лицо ее напряжено и она пытается улыбнуться не беспокойтесь все в порядке позже я думал о ее фразе она же официальное лицо а я иностранец значит она вела себя правильно и вот наконец через день-другой просочились сведения о кровавых событиях в пекине много студентов погибло на площади тяньань мынь во время атаки армейских частей в том числе танков местные телевизоры про не принимают программы из гонконга они показывают душераздирающие сцены мой собеседник вагоне ошибся до цивилизованного решения социальных проблем в стране еще далеко а белые повязки китае это дань традиция китае белый цвет это траурный и вот мы стоим на площади кампуса университета прямо перед нами широкий при при дистал памятника сун и цена на нем красной краской нарисованы метровые иероглифы что там написано спрашивая там написано ваша кровь пролита недаром отвечает мой собеседник хочется надеяться что так оно и есть студенты будущие китая и они помнят у китая его народа свой трудный путь происходящее там сегодня показывает что они скорее всего выйдут на дорогу на которой сделав несколько шагов погибли муть мученики площади тяньань мынь молодым человеком и коллегой же дженни вы мы побывали на юге в западе провинции примыкающие к вьетнаму где собрали коллекцию хальцы кокцит сосущих насекомых их паразитов обрабатывая виды рода какофагус наездников инцертит ставших уже традиционными мы описали 5 новых видов и среди них вид по латыни какофагус кооператус название должно было символизировать новый этап вспомните работу с плен из этап совместных исследований фауны наездников в китае но это но выскакивает снова как черт из табакерки она что-то нам помешало и позже связи наши с китаем прервались на обратном пути остановка в пекине на площади небесного спокойствия тяньань мынь абсолютное спокойствие она закрыта для посещения а мост через реку охраняет вооруженной часовой от прежней оживленности слова охотливости так приятно поразивших меня в прошлый приезд пекин не осталось и следа а в зоологическом институте академии наук н.р. меня встретил доктор ляо диньси ранее заработавший зоологическом институте в санкт-петербурге программа наша это знакомство с коллекцией наездников хальцы и конечно экскурсия на великую стену и вот преодолев немало ступеней ведущих наверх по великой стене я остановился для отдыха кустарник на склонах меня заинтересовал как и крутые ступени ведущие вниз это оказался тайный лаз ведущий на гребень хребта а на диком абрикосе а это был именно удалось даже найти самок шаровидные ложнощитовки сосущего насекомого и это давало надежду на выведение хальцидоидных наездников паразитов семейства энцертиды прости великий корм чей стене я отдал должное но энтомолог всегда энтомолог злоподребив кондиционер в гостинице я прилетел в все-таки с простудой но подходило время плановой поездки на белое баринцевое море поэтому позже оказался одна в тундре оглашая всех пекинским кашлем те годы путешествие по меридиану от субтропиков до субарктики стали частью уже работы и в них постепенно формировались мои взгляды на приспособление наездников пальцы своим хозяевам в различных широтах а что же касается здоровья то все было ни почем плавные интересные экспедиции и сбор научного материала как по ту как и под другую сторону от великой стены вот такая интересная глава и так завершающая 3 глава про китай называется пекин 1999 год тут то вышел капрят и великая стена и так однажды прорвавшись через великую стену я явно зачастил срединную империю на этот раз в качестве участника 19 международного энтомологического конгресса пекине китайский тутовый шелкопряд а это единственное мире полностью одомашненное насекомое и фрагмент великой китайской стены это символы конгресса а наша делегация включает профессора зайцева лев сергеевича медведева владимира ивановича тобиаса и я и вот мы на то на фото вот здесь есть даже фото участников энтомологического конгресса и евгений семенович согоняют тому же у меня на конгрессе должность конвеньер организатор секции биологической защиты время июля в окрестностях пекина превосходно воздух тепло и свежий повсюду продаются румяные персики владимир тобиас эксперт в области водочки сразу ценил китайскую водку с красной звездой на этикетке она с характерным запахом ханшина который может отпугнуть непосвященного но мой народ бывалый с этого момента рабоче-крестьянская как мы ее называли из-за красной звезды него и невысокой цены случалось украшала наш стол конгресс энтомологический проходил в китайск китайским размахом пленарной сессии собрание народных представителей а затем банкета зале такой же величины что длинные столы теряли где-то просто вдали мое председательство на секции биологической защиты как за свидетельством владимир ванч тобиас состоялось мой коллега давид розен рассказал о научном вкладе энтомолога поля де баха систематику хальцит биологическую защиту растений последние годы поль де бах жил на своем франчо в мексике на берегу калифорнийского залива признавая из одежды только шорты и мексиканскую шляпу до черна загорелый поль де бах устанавливал в песчаных дунах поилки для птиц а который он сам делал известняка и следил чтобы там была чистая вода а цивилизация ему было не нужно он был сам ее носителем но давид розен был грустен может быть он предчувствовал свой скорый уход на великую стену я поднимался уже третий раз девяносто втором году рядом мои товарищи усердно тоже считают ступени и вот помню о лазе найдены в прошлый раз исчезаю в нем чтобы снова пройтись по хребту предыдущее обследование дало мне несколько особей экземпляров неизвестного вида ложнощитовки сосущего насекового но зато с летными отверстиями из которых паразиты хальцидоидные наездники уже вылетели но не повезет ли сейчас и вот осматриваю ветви абрикоса и вот она ложнощитовка нова среза ветку увы опять опоздал не удалось мне сделать сбор наездников в этом уникальном месте на великой стене и вот вращаю бросаю прощальный взгляд одно из чудес света великая стена уходила по хребтам все дальше и дальше дальше на запад теряясь синий долей вот такой рассказ вот такие главы из книги Евгения Семеновича Суганяева путешествие за насекомыми если вам интересны путешествия за насекомыми интересно ознакомиться с творчеством Евгения Семеновича Суганяева я продолжу чтение других глав о путешествии в совсем разные другие места бывшего советского союза и других места например вот границы СССР и точечки означают те самые разные места где только побывал Евгений Семенович Суганяев об этом я расскажу в своих следующих выпусках стримах с рассказами о книге путешествия за насекомыми Евгения Семеновича Суганяев а вы не забывайте ставить лайки под этим видео писать комментарии вниз под этим видео если вы в gmail gmail или заходите подписывайтесь на электронную почту gmail тогда вы можете писать под видео подписи как владельца электронной почтой и отдельного возможного канала на ютубе это дает вам возможность писать если вы на других сайтах можете написать мне на электронную почту юфенсия gmail указанная которая здесь внизу с вашими вопросами пожеланиями а также не забывайте заходить на страницу patreon где можете стать спонсорами патронами нашего канала начиная с одного доллара легко броситься своей кредитной карточки или со своего google с телефона на сайт patreon.com link также указано внизу под этим видео это приятно будем вместе сотрудничать а также узнаете о различных проектах проводимых в изучении паразитических перепончатых крылых насекомых которые вот здесь за мной на этом постере можете прочитать на странице patreon а также заходите на мой канал подписывайте и увидите много других интересных видео о насекомых альп перепончатых крылых и других насекомых которых о которых я рассказываю и показываю живьем под микроскопом или под зумом видеокамеры тем чтобы показать их вам побольше и покрупнее так что до новых встреч на нашем канале пока пока то что говорит лапкой до новых встреч на моем канале подписывайся ставь лайки пиши комментарии заходи на страницу patreon пока 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 и